Гитары впервые я в руки взял в классе во втором. Я всем объяснял, что я первый независимый продюсер в России. Самое жесткое гонение на рок-музыку все-таки приходилось на конец 70-х. Зачистка была под Олимпиаду. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Не исключено, что вот на этом доме в свое время появится мемориальная доска. Здесь в детстве и юности жил Борис Борисович Гребенщиков. Здесь жил Джордж Гуницкий, с которым они вместе придумали слово «Аквариум» и, собственно, группу «Аквариум». Название, насколько мне, если мне не изменяет память, появилось на Кировском мосту, где-то в середине Кировского моста, ближе к Петропавловке. Когда кто-то из нас сказал слово «Аквариум», уже не знаю кто. И мы что-то так решили, что вроде нормально, не вызывает негативных ассоциаций никаких. И почему-то вот мы стали «Аквариумом». А потом уже начали думать, что песни нужно писать, учиться играть и все остальное, аппаратура. В середине 70-х годов уличных зрелищ было, в общем, немного. Город внимательно просматривался милицией. И никаких бродячих музыкантов, ларьков, частной торговли, танцев быть не могло. Тем удивительнее и интереснее было то оживление, которое царило летом на ступеньках инженерного замка. После того, как мы встречались в 6 часов в Сайгоне, узнавали все новости. И оказывалось, что сегодня не надо где-то лезть по водосточным трубам через туалет, проникать на какой-нибудь концерт. Или ехать тайно на квартирник разными маршрутами. Мы шли на замок. Торчать на замке была традиция. В хорошую погоду, конечно. Играли во фрисби, пили сухое вино. И всегда были с собой музыкальные инструменты. Это один круг, где читают Кастанеду и Баха, а слушают Вельвет Андеграунд и Боба Дилана. Они могут пить портвейн, но никогда не пойдут в концертный зал Октябрьский. Когда звучала русская эстрада, мы или уши закрывали, или выключали то, откуда оно доносится. То есть мы реально ничего не слышали. Потому как если что-нибудь в голову попадет не то, то оно потом выльется в твое собственное исполнение. Аквариум умел в социалистическом Ленинграде жить так, как будто вокруг не советская власть, а какая-нибудь Дания. Вот здесь вот дом, который принадлежал некогда адвокату Фололееву. И этот адвокат Фололеев оказал какую-то услугу Владимиру Ильичу Ленину. И поэтому ему потомству предоставили право жить в частном доме на Каменном острове. Здесь жил Андрей Фололеев, приятель Гребенщикова. В 1979 году в этом доме, при котором жил живой осел, репетировали музыканты аквариума. Условий там было не так, чтобы много, но главное, что свобода. И еще у Андрюши был осел, который досаждал комитетчикам, которые все время пытались его украсть. Почему осел мешал комитетчикам, я не знаю, но чем-то он им мешал. Андрей Фололеев прекрасно разбирался в японской культуре, владел английским как русским, был космополитом, а с точки зрения Комитета государственной безопасности – опасным притоносодержателем. Американские студенты были постоянными гостями дома на Каменном острове. Вот он как бы последние мои преграды в отношении английского снял и снабжал меня книгами очень активно. И оставил мне половину своей библиотеки и много своих знакомых. Американцев передавали же по наследству. Один студент выезжает, он приезжает, другие на следующий год и идут по тем же адресам. К тому же кругу, что и музыканты «Аквариума», принадлежал Михаил Науменко в просторечии «Майк». Я обычный парень, не лишен простоты, я такой же, как он, я такой же, как ты, я не вижу смысла говорить со мной. Это точно то же самое, что говорит с тобой, я такой, как все. С «Майком» я познакомился крайне живописным образом. Мы сидели в плотной своей компании, где-то на Петроградской, и выпив много вина, я почувствовал, что жизнь бессмысленна. И впал в глубокую депрессию и меланхолию. В дворе стоял кран. Я полез высоко на кран, сидел высоко на кране, смотрел на мир и думал, как же он ничтожен, этот мир, ну и так далее. И потом смотрю, что в эту парадную заходят какие-то двое людей явно к нам. И одного я знал, другого не знал. Я временно забыл про меланхолию и пошел узнавать, что за человека привели нового. Это оказался Майк, и мы с ним после получаса обнюхивания и выпивания легкого портвейна нашли общие темы, выяснилось, что он знает там лурида, тираннозавра, слепса и все остальное, что по тем временам было не то, что редкостью, а уникальным совершенно случаем. И после этого, думаю, что мы с ним уже не расставались. В этом доме на Боровой улице 18 прожил последние 10 лет жизни Майк Науменко. Он жил здесь с 1981 по 1991 год. Майк Науменко – создатель знаменитой, может быть, самой популярной ленинградской рок-группы 80-х годов, группы «Запарк». Майк был хилым романтиком, как у всякого хилого романтика. У него было очень развито чувство собственного достоинства и необходимости набраться знаний, которым он может компенсировать свою хилость и романтизм. Эти знания он набирал в области литературы и музыки. Майк действительно, он во многом как бы играл в свою жизнь. Вот он был человеком очень наивным и артистичным. Ему действительно очень нравилась вот эта самая роль такого полу-Лурида, полу-Марка Болана, полу-Иги-Попа. Но это было сродни детской игре. Нам всем нужно было доказывать, что мы играем рок-н-ролл и что-то такое делаем. А он себе сразу придумал, что он сразу рок-звезда. И он себя, начиная там с конца 70-х, уже в принципе ввел как рок-звезда. Нам всем нужны кто-то, кого бы мы могли любить. И если хочешь, ты можешь полюбить меня. И нам всем бывает нужно кого-то побить, Помочь и покалечить, или даже убить. И если хочешь, ты можешь погубить. Люди, которые позже образуют аквариум и зоопарк, В середине 70-х не были ни профессиональными музыкантами, Ни обычными полуподпольными ленинградскими рок-н-ролльщиками. Оргонавты или кочевники репетируют, выступают на танцах и студенческих вечеринках. Говорят со своей аудиторией на понятном для нее языке. Не ставят сверхзадач, ловят кайф от музыки и зарабатывают деньги любимым занятиям. А вот аквариум и зоопарк – это действительно не просто рок-н-ролл. Это новая жизненная философия, стиль жизни. Группировка стояла человек из пяти, наверное, шести, Которая включала в себя всю группу «Аквариум» и Майка Науменко. И иногда, может быть, еще кто-то из друзей Майка мог в этом принимать участие, Потому что у Майка своей группы не было. Группа «Зоопарк» появилась только, сформировала где-то в начале 80-х. Но при этом они выглядят как настоящие рок-музыканты. Они были накрашены, Майк был в ошейнике, в бархатном, с каким-то стразом. В общем, красоты все это было необычайной. Незадолго до записи своего первого альбома, на фестивале в Таллине в 1976 году, музыканты «Аквариума» встречаются с музыкантами «Машины времени», главной на тот момент московской рок-группы. Знакомство перерастает в дружбу. «Аквариум» в стране почти не знают. «Машина времени» – самый знаменитый на тот момент в СССР профессиональный коллектив. Новый поворот и птицу цвета ультрамарин пели и в Магадане, и в Саранске. Они, как настоящие столичные люди, естественно, отличались лоском, наличием хороших инструментов, другими манерами поведения. «Машина времени» пригласила нас выступить в маленьком кафе, там, человек на 50, который они сняли сами. И это была очень важная такая веха в истории той группы, в которой я играл. Но с этого, можно сказать, что-то началось, какое-то шевеление. С помощью музыкального критика журнала «Ровесник» Артемия Троицкого «Машина времени» устроила аквариуму роскошный по тем меркам ангажемент – выступление на фестивале рок-музыки в солнечном и гостеприимном Тбилиси. Увидел ли ты летающую тарелку над домом своим, над крышей своей? Тарелка привносит в наш быт Забвенье душевных овит И темой для светских бесед мы обязаны ей Аквариум дал просто совершенно нормальный для того периода их творчества панк-рок-концерт в их понимании панк-рока. А реакция была действительно бешеной. То есть, с одной стороны, жюри ушло в полном составе. Я-то сидел в ложе прессы сверху, они рядом с жюри. Но вот они вот прямо из-под меня, они вдруг встали, наши композеры. И, значит, покинули зал демонстративно. С другой стороны, в первых рядах публика бесновалась, потому что для них это тоже, по всей видимости, было абсолютно в новинку. И нервяк был чудовищный. И мы просто решили, что лирику мы никакой играть не будем. У нас есть полчаса-сорок минут, и мы как бы все драйвовое самое. Что есть, мы выложим. Мы выложили. А поскольку я с детства любил на сцене что-нибудь, не просто стоять столбом, как советские ВИА, а что-то еще делать. Мы как-то на сцене перемещались. И ху я тоже уже видел. Я знал, что можно гитару разбивать на сцене. В общем, как-то мы вели себя активно. Я налетал на виолончели, виолончели налетал на меня. В общем, была куча мала такая в итоге. Скандал образовался такой очень приличный. Причем для грузин любое отклонение от нормы поведения – это значит отклонение в сексуальной направленности. Это однозначно. Поэтому если они видят, что если человек не так поворачивает голову или что-то делает, значит он другой ориентацией. А у них с этим строго. Я недавно прочел в журнале Rolling Stone, что я чуть ли не воплотил в жизнь какие-то эротические фантазии от Барри Алибасова. Серьезно, вот почитайте, это просто что-то нереальное. Просто он в таких эпитетах описал выступление группы «Аквариум», что мне, допустим, стыдно было бы, если бы моя дочь когда-либо смогла бы прочесть это. Ну понятно, что меня после этого выкинули отовсюду в течение двух-трех дней. Но чем они мне руки развязали? Теперь я пью свой wine, я ем свой чиз, я качусь по наклонной, не знаю вверх или вниз. Я стою на холме, не знаю здесь или там. «Аквариум» перед выбором. До Тбилиси большинство музыкантов были вполне прилично устроены и без особого напряжения совмещали обязанности инженеров и научных сотрудников с музыкальной деятельностью. Теперь надо или решительно завязывать с музыкой, или переходить в подполье. «Аквариум», а потом и зоопарк выбирают третий путь. Они становятся первыми в стране рок-музыкантами, которые обретают всесоюзную славу благодаря нелегальному распространению своих альбомов. В мае 80-го БГ выгнали с работы, а уже в октябре в студии «Тропилла» «Аквариум» начинает записывать синий альбом. Улица Панфилова, 23, Охта, дом пионеров. В доме пионеров радиотехнический кружок. Руководил им в начале 80-х Андрей Тропилла. И он пришел к Гребенщикову и предложил ему записаться на вполне профессиональной аппаратуре. Здесь аппараты были списаны из фирмы «Мелодия». Здесь были записаны классические альбомы «Аквариума» начала 80-х. Здесь писался «Майк» с зоопарком. И здесь же был записан позже первый альбом «Алисы». Именно отсюда слава этих групп распространилась вместе с записями по всему Советскому Союзу. Была такая историческая встреча в студии, мы сели с Борей, это был какой-то 81-й год. Я говорю, Борь, давай мы сделаем канон для всего русского рока, чтобы потом люди могли слушать и понимать, как идти дальше. Он говорит, давай. Честно говоря, мы этого слова до сих пор не изменили. В общем, такая канонизация произошла. Русский рок, потому что рок для меня в меньшей степени концерт, в большей степени то, с чем человек живет с утра до ночи. Значит, это звукозапись. И я всегда к этому шел. Когда мы записали синий альбом, и вот был в руках артефакт. Катушка пленки, обклеенная фотографическими обложками, с синей бумажкой. И я это притащил к богатым людям из машины, моим друзьям из машины времени, в какой-то ресторан, где они меня угощали. И показал им эту штуку, они скачали с мест и с восхищением на нее смотрели, потому что вот это было то, чего они не сделали. И вот в этом смысле мы были номером один, потому что мы первые это сделали. В начале 80-х Андрей Тропила сыграл для русской рок-музыки ту же роль, какую в начале 20-го века Сергей Дягилев сыграл для русского балета. В студии на Панфилова записывались классические альбомы ленинградского рока. А уже через месяц их можно было купить и в Тамбове, и во Владивостоке. Да все делали по-взрослому, все. Подсматривали, калькировали, а потом уже возревалось что-то свое. Ведь находились огромные альбомы формата 30 сантиметров, в которых на каждой странице изображение великолепных оформлений мировой музыки. Вот эти вот книги мы изучили наизусть. Для меня это было как пища. Я смотрел и понимал, что так нельзя идти по этому пути, надо что-то свое. И вот получалось там радио Африка, треугольник, что-то свое, самобытное. Вообще все записи тогда происходили чисто в дружественном обстановке. То есть вплоть до того, что недопустимо в профессиональных делах, я не мог прийти, я просил там Сашу Титова сыграть на бас-гитаре. И так и все. То есть вот так как никакой коммерческой основы не было, это все реально полет души, показать людям, что мы делаем. То чисто дружески. То есть Тропила там на каких-то дудках играл. Это дело Тропила. Я ему по сей день благодарен вообще за многое. За альбом «Энергию», за то, что он поверил в нас как в коллектив. Вверх-вниз, идет по улице своих построек. Он только что встал, он опрятен и чист. Он прям как параллельный, как крепость стоя. Экспериментатор движений. Вверх-вниз, смотрит в сторону выбранной цели. Он знает ответ, он предельно особо, но прокладывает путь для других поколений. Экспериментатор. 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 Параллельно с Андреем Тропилло подпольную звукозапись осуществлял в театральном институте на Маховой Игорь Гудков, более известный как Панкер. В частности, там записали и свели альбом группы «Зоопарк». Первые композиции бит-квартета «Секрет» и Константина Кинчева, еще без Алисы. Первая запись, которая там была, это майковский альбом «55». Мы его писали летом. Сессия закончилась, была подготовка к вступительным экзаменам, здание было закрыто, и нам никто не мешал. Там был пульт, там были магнитофоны СТМ. По тем временам, ну, в общем, как бы, лучше никто не знал, что есть что-то. Ну, есть, наверное, там многоканальное что-то, но вот из этого было такое. Притом, их было три магнитофона, что позволяло делать запись наложением. Ну, как бы, ну, можно было дубли делать. Мы писались в театральном институте, где «Панкер» работал, и на басу должен был играть Майк. Но поскольку мы накануне были у Майка и сильно выпили, и он с утра отказался участвовать в записи. Андрей Тропилло и Игорь Гудков без всякого финансирования и поддержки средств массовой информации сделали рок-н-ролл таким же ленинградским брендом, как «Корюшка», «Адмиралтейский шпиль» и «Пирожные из Севера». Здесь нас никого не любят, и мы не любим их. Все едут на метро, а мы не из таких «Ага», мы берем мотор, хотя в кармане коляк, и мы кинем свой «Кортейн», и пьем чужой коньяк. Я не люблю паканку, ненавижу арбат, еще на одной наливай, и пора нас сам. Вот этот самый «Магиздат», который он и придумал, и реализовал, эта штука вообще изменила всю рок-ситуацию в стране. И это касается и Москвы, и Свердловска, и Владивосток, и чего угодно. Магнитофон большевик контролировать не мог, потому что магнитофон умел записывать. Сунул штекер и записал. С 1980 года кассеты и магнитофоны очень быстро доходили. Буквально через неделю все, что было на магнитоальбомах в Питере и в Москве, уже в Екатеринбурге было. Другим фактором, оказавшим влияние на развитие ленинградской рок-музыки, стало появление рок-клуба. После многолетних усилий такой клуб открылся на улице Рубинштейна в 1981 году. Вероятно, в горком партии пришло распоряжение ближе этим заняться. Партия дала указание комитету проследить. Комитет дал в Дом народного творчества сигнал о том, что пусть собираются, а мы будем присматривать. В руке о мне поют песни на родном языке. Я люблю аквариум! Я люблю зоопарк! Я люблю секрет! Я люблю странные игры! Я люблю кино! Я не люблю землян! Я люблю поливитинские игру! Аквариум необычайно расширил контекст русской контркультуры. Он вел туда Ла Цзы, Конфуция, Боба Дилана, Джоан Байес, Аберевутов, Веденского и Хармса. Они сыграли по отношению к русскому року роль просвидителей. Кребенщиков – это такой Вольтер 1970-х годов на русской почве. Боря и Майк, и Цой, кстати, в том числе, они были такие очень ушлые, такие развивающиеся меломаны. Вроде меня, на самом деле. Мы были абсолютно одного поля ягоды. Они читали журналы. Они специально выучили английский язык. И не потому, что на нем разговаривал Леннон, а потому, что на нем печатались журнал New Musical Express и Melody Maker. Это было для них гораздо важнее, чем великое наследие отцов-основателей. Сегодня вечер, и вот опять я собираюсь пойти танцевать. Я надеваю шпирлеты и гавстук шнурок. Я собираюсь в мою дверь на весячий замок. На улице стоит красная жара. Yes, I love to boogie on a Saturday night. I said I love to boogie. I love to boogie. You're the brown boogie. I love to boogie. Мы тогда оба понимали, что пока мы не переведем канон рок-н-ролла на русский язык, ничего не будет. Что Россия должна иметь свой рок-н-ролл. А свой рок-н-ролл, если нет корней, значит, нужно эти корни создать. И поэтому мы, в принципе, работали над тем, чтобы создавать своего Дилана, своих Stones, своего Лурида, все свое. БГ не столько поет, сколько проповедует, что, впрочем, нисколько не уменьшает нашего восторга перед широтой его кругозора и мощью его дарования. В отличие от Гребенщикова, Майк Науменко – романтик и лирик. Вместе они и создали канон, по которому русский рок в том или ином виде развивается до сих пор. Майков Блюз до сих пор непобиваемый, недостижимый никем другим с точки зрения отечественной филологии. И Майк явился таким неким дешифратором, то есть он взял, дал код такой, «Энигма» такой, машина «Энигма», такой ключ. И вдруг стало понятно, вот как это все. И я помню, что я слышал записи, и мне это очень понравилось. Когда я первый раз увидел это на концерте, это было в 1984 году, для меня стало настолько очевидно, что это очень просто, что это очень естественно. Никакой заморочки в этом нет. 1984 год. Генеральный секретарь Константин Устинович Черненко. По телевизору, как всегда, Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. Фильм «Асса» еще даже не задуман. А между тем Гребенщиков и Науменко не только уже сформировали эстетические вкусы миллионов молодых людей, но и создали предпосылки для появления новых героев рок-н-ролла. Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем мы. Это ДК Крупская, в просторечии именуемый Крупа. Здесь в 1984 году состоялся третий фестиваль рок-клуба. Гребенщиков и «Аквариум» были в зените славы. Борис Борисович исполнял знаменитую песню впервые «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет». И тут же на этом фестивале он представил переполненному бурлящему залу малоизвестного молодого человека. Этим молодым человеком был Виктор Цой. И вот с этого момента в рок-жизни Ленинграда начинается новый период. Но об этом в следующей передаче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА